Братство Братство, скрепленное войной, не знает границ, условностей и времени. В минувшую субботу наша страна отметила 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Из числа участников тех боевых действий в Санкт-Петербурге сегодня проживают 2897 человек. 82 ветерана Афганской войны – жители курортного района. После торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище вместе с руководством районной администрации и главами муниципальных образований ветераны Афганской войны прибыли в Тарховку. Здесь развернулась полевая кухня и небольшая выставка оружия. Прикомандирован был 126-й, ВЧ-25-909, 126-й отдельный автомобильный батальон, 58-й отдельный автомобильный бригад. Мама очень переживала. Когда я вернулся, слезы были. Отец даже не знал, что сначала в Афганистане. Только потом узнал. У нас мы как бы старались про это не говорить. Я вспоминаю утренний Кабул, все необычно в маленькой столице, и сумрак гор, и робкий голос птицы, и улиц просыпающийся гул. Я вспоминаю утренний Кабул, его прохладу и его контрасты. И вновь шепчу я сквозь разлуку, здравствуй, прости, что на покой твой посекнул. Афганистан живет в моей душе. Мне слышатся бессонными ночами Наши солдаты оказались втянутыми в гражданскую войну в Афганистане с декабря 1979 года, когда руководство Демократической Республики признало, что не в силах самостоятельно справиться с внутренней ситуацией, и обратилось за помощью к Москве. До этого, после свержения короля и революции, в Афганистане начали строить социализм. Радикальные исламисты стали противниками нового режима. Отряды маджахедов были главной противоборствующей силой. С ней и сражалась советская армия. Афганским боевикам помощь оказывали США и арабские монархии Персидского залива. Когда американцы, когда они менялись к нам, вспомните царскую Россию, американцы были. Вспомните после Великой Отечественной, американцы что сделали. Что сегодня говорится, мы должны молчать, да мы не будем молчать. У меня брат в Афганистане был, брат родной мой в Афганистане. Добровольно. Я скажу, не дай бог никому видеть, как убивает друга, как убивает однокурсника или сослуживца, или попадая в плен. А вы знаете, это звери, попадая в плен, молодые пацаны. Как я могу это не говорить, если с моего полка ушел первый солдат с инженерных войск в Афганистан. И был чуть ли не первый из героев погибших, сержант, который, кстати, служил в песочной войсковой части 18-422. Вот это был первый изрывник, парень, который стал героем Советского Союза. 15 февраля ежегодно страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов. Этот день посвящен всем россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. За 9 с лишним лет участия в войне в Демократической Республике Афганистан потери Советской Армии составили 14 427 человек. Это была настоящая трагедия для семьи каждого из них. Ранеными и контуженными боевые действия оставили 53 тысячи бойцов. Мы очень рады, что собрались, что мы вместе, что нас сплотило все это, наше общество. И вообще, мы выжили. Нам говорят, вы встречаетесь как родные. А я хочу сказать, что нас, то место, где мы были с вами, породнило. Независимо сейчас от возраста, от звания, мы действительно родные. Конечно, все правильно. Ну что, встречаешься, уже действительно видишь своего брата, своего родственника. Почему? Потому что мы скреплены там боевыми действиями, кровью и потерями. И мы этим живем, мы просто этим живем, мы этим дорожим и будем жить на зло врагам. Не дождутся. Не дождутся, да. Не дождутся. Мы победим, всегда победим. А молодежь у нас в горе. Спасибо.